То чувство, когда едешь на Шахея, тебя пропускает Гелендваген. На таких же номерах практически. Спасибо. Вот это я понимаю, чувак. Вот это класс. Спасибо от души просто. Субтитры сделал DimaTorzok Заходим. Вот эта машина. Вот то, зачем я сюда пришел. И Бентли, или Ренч Ровер. Вот здесь приходится выбирать. И выбор довольно-таки спорный, да, ребят? Вот именно. Спорный выбор. Бентли классная тачка. Вот я за ней сюда и пришел. Ну, блин. И Ренч Ровер хочется. Но у меня есть Ренч Ровер. У меня есть Ренч Ровер. Бентли. Бентли, Бентли. Суперская машина. Во, вообще, вообще. Все, берем, короче. Все, просто 6 миллионов я отдал государству. За британские суперкары. Знаете, я не жалею. Я реально не жалею. Так. Здесь никого. Какой у нас онлайнник. Ага, релогаться, конечно же, нет смысла. Деньги потихонечку и потихонечку уходят. И уходят, и уходят. Это сейчас останется у меня на руках. Просто понты, понты. Сколько, сколько, сколько нужно? Смотрим, смотрим. 24 тысячи. 23 тысячи. 23 тысячи у меня осталось на руках. Кстати, чуваки, всех поздравляю с началом лета 2017 года. Сейчас у нас 2 июня, и мы купили себе Бентли. Точнее, я купил себе Бентли. Теперь давайте все-таки я поеду за Бентлей. И вам ее покажу. Погнали. Да, купил Бентли, еду на скутере домой. Ну ладно, это же дело такое. Вот она, ребят. Вот Бентли. Наконец-то. Купил все-таки. Все-таки добился я этой цели долго. Но была возможность ее раньше взять. Но почему-то, знаете, почему-то, ну, блин, это было спорно. Я еще думал, брать или не брать. Я еще покупал другие машины. То одно, то другое. Блин, она еще внутри с красным салоном. Уф, булочка просто. Чуваки, поехали кататься. Наконец-то. Наконец-то я купил эту прекраснейшую машину. Это просто идеал автомобилестроения. Это Бентли, чуваки. Это Бентли. Это то чувство, когда тут одно название стоит дороже, чем, блин, автосалон BMW, блин. Вместе с машинами и людьми в рабство. То есть, чуваки, это настолько круто, что я не могу вам передать это. Это просто Бентли, чуваки. Я купил ее спонтанно. Вот честно. Я собирал деньги, собирал. Думал, ну, будут денюжки, там, что-то там куплю. Может, какой-то бизнес вы должны были видеть в чате. Куплю аптеку, куплю аптеку. Но аптеку очень сложно купить, потому что их, во-первых, мало. Во-вторых, люди какие-то, те, кто покупает аптеку, они купили и заходят раз в месяц чисто за нее платить и снять прибыль. Я не знаю, почему так, чуваки, но, блин, подлагивает почему-то. Если у вас есть аптека на первом Мамазинге, давайте с вами как-то договоримся. Возможно, там кредит, возможно, в рассрочку. Как-то договоримся, потому что я капец как хочу аптеку. Так, все, погнали. Блин, просто кайф. Давайте я вам покажу PRS-авто, чтобы мы знали... Так, GPS-авто. Чтобы мы знали, какой цвет автомобиля. То есть, нет, точнее, карп. Так, вот, смотрите. Стоп, а где? Вот, 162-й цвет. 97 литров, Bentley Continental. Поехали. Чуваки, сейчас поедем ее и затюнингуем, я думаю. И, возможно, возможно, получим номера. Но это не точно. Ну, вы знаете, как у нас номера выдают гаишники, да, работают. Тем более в 10 часов дня. Ну, в полдвенадцатого по Киеву. 15 FPS. Спасибо. Классно. Спасибо. Так. Кайф. Просто... Че здесь комбайн делает? Нормально. Нормально, чуваки, нормально. Блин, просто кайф. Bentley. Это просто Bentley. Я... У меня, честно, даже нет слов. Я просто кайфую то, что вот я купил Bentley наконец-то. Я ничуть ли не жалею. Кстати, максимальная скорость, сейчас я вам покажу, сколько. 150 км в час. Она вжаривает, она валит. Она крутая, она дорогая, она классная. То есть, это то чувство, когда... Это как Rolls-Royce, да, но по скорости, как Aston Martin. Ну, блин, ну, это золотая средина. Я считаю, Bentley в автомобиле строения британцев, это золотая средина. Это просто кайф, чуваки. Просто кайф. Ну, я очень с нее тащусь. Я очень ее давно хотел. Она у меня еще была до обновы, по-моему. Нет, то обновы у меня ее не было точно, что я говорю. Я купил Bentley. Вышло глобальное обновление на Amazon. И вот я купил Bentley. И потом вышел новый модпак, и так получилось, что Bentley это стала Ferrari. И такая себе, не очень, для Ferrari. И, короче, я ее продал в гос. Вот. И тогда Bentley стоила 4 миллиона. А вот теперь я купил другую Bentley. Опять я купил Bentley. И это говорит о том, что это суперская тачка. То есть, я ту продал, потому что она была не очень полностью Bentley, неполноценно. Я нагнал там 130 километров в час, но медленная была. А вот это теперь настоящая Bentley. И 150 гонит, и красивая, и понт, и все. Ну, чуваки, это, короче, стопроцентный успех. Так, ты что за лаги? 6 звезд, наверное, Bentley. Что страшно? Почему успех? Во-первых, Range Rover Hood. Он, ну, сейчас хам, 3-4, он никогда не продавался, он никогда не будет продаваться. Это моя любимая машина, она у меня есть, слава богу. Вторая машина, которой я сказал, что супер просто булочка-сосочка, это E500, я его купил, и он у меня есть. И третья машина, которой я сказал, просто кайфик, просто супер фонтан, я ее хочу, и я обязательно куплю, это Bentley. И вот она у меня. И так получилось, что когда я сказал, вот, чуваки, будем покупать Bentley, на то время у меня было, ну, около, сколько у меня было, ну, не было мне денег, ну, максимум, у меня 2 миллиона было. Максимум 2 миллиона. И вот, Bentley. Я говорил, где они и приходят, и уходят, и опять приходят. То есть, и я даже не снимал. Помните, я вам предлагал, давайте сниму рубрику, заработать на Bentley, там, подработка на Bentley, там, цель до Bentley и так далее, и тому подобное. И оказалось, все проще простого. В общем, такие номера выпали. Короче, ну, не самый фонтан, но могло бы выпустить похуже. Самый обычный, никаких классных цифр, никаких классных букв. Ну, кстати, буква N четко, буква 8 четко, то есть цифра 8 четко, а остальное как-то, ну, не очень. Был РВС, и машина заспавнилась, и мне пришлось возвращаться домой на девятке, на которой я нашел, и по пути ее сломал. Так, туда ехать не будем, думаю. Кстати, тут на вот этой вот станции жить очень прикольно, потому что постоянно вся жизнь этой идеи мне у тебя на глазах. Так, тут я нашел Мерседеса 124-го, и он со мной, ой, 124-го, 212-го. И он со мной согласился погоняться до железнодорожного перекрестка. Максимальная скорость у нас одинаковая, но тут уже кто вырулит, у кого больше опыта. На третий вудок. На вудок. Раз, два, три. Ну все, поехали, все, мы уже стартанули, мы уже первые едем, уже можно и не париться. Так, у меня, конечно, опыт есть на Мерседесе по гонкам, но на Бентли нету, поэтому будет печально, если мы, конечно, проиграем. Ну ладно, до железнодорожного перекрестка еще время есть. Тут аккуратненько. Опа, заглохли. Вот то, о чем я говорил. Так. А, Мерс, видно, там тоже заглох. Видно, нехило он так заглох там. Где он там едет? Кстати, гляньте, электричка, походу, не собирается тормозить. Где там Мерсик? Да, кстати, электрон даже тормозить не будет, гляньте. Что, давайте сиганем перед электричкой, чуваки? Сиганем на Бентли перед электричкой? Ну что, чуваки, давайте жахнем. Все, пацаны, сейчас будет жаха. Ну что, давай, жахни, жахни, есть! Прям бочком жахнул. Все, где там Мерсик? Не пойму. Что за песосы? Ах ты, сука. Ага, конечно, давай, давай. Ого, гелик на колеса стал. Это что-то новенькое. На тебе, козлина. Давай, 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 давай. Да хаси по ним. Так. О, чуваки, ставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. Пишем комментарии. Ждем новых видеороликов. Так, оп. А тут надо аккуратненько. Тут надо аккуратненько. Чуваки, ждем новых видеороликов. Подписываемся на канал, подписываемся на мой второй канал. Ссылочка в описании. Подписываемся на мой инстаграм, на мой твиттер, на мой фейсбук, на мою официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Смотрим предыдущие... Смотрим предыдущие видеоролики, такие как Сталкер за Припяти, Зонечуждение, Влог на крыше и Влог и Купилл Рейндж Ровер. Мы сейчас топим Бентли. Дабы она сейчас релогнулась. И у нее будет 50 литров. И, собственно, она будет фуловой. Так, чуваки, поэтому подписываемся на канал, смотрим видосики. Всем удачи, всем до скорых встреч, всем пока-пока.